Для японцев самые дорогие птицы – журавли. Японцы считают, что если больной человек вырежет из бумаги тысячу журавлей, то он выздоровеет. С летящими журавлями, особенно если журавли летят над Фудзиямой, японцы связывают радость и горе, разлуку и встречу, мечты и другие воспоминания. Мне тоже нравятся журавли. Однако, когда японцы спросили меня о любимой птице, я назвал орла, и это им не понравилось. Правда, вскоре наш борец Али Алиев на соревнованиях в Токио стал чемпионом мира. И тогда один японский друг мне сказал, «А ваши орлы ничего, неплохие птицы». Нашим горцам я рассказал о битве, которая произошла в небе над Турцией между орлами и Алистами. Когда я сказал, что битву проиграли орлы, горцы пришли в недоумение и даже обиделись. Они не хотели верить моим словам, но что было, то было. Ты неправильно говоришь, Рассул, сказал наконец один горец. Орлы, наверное, не проиграли битву, а все погибли. Но это же другое дело. Был у меня один знаменитый друг, дважды герой Советского Союза, Амитхан Султан. Отец у него – дагестанец, а мать – татарка. Жил он в Москве. Дагестанцы считают его своим героем, а татары – своим. «Чей же ты?» – спросил я его однажды. «Я – герой не татарский и не лавкский», – ответил Амитхан. «Я – герой Советского Союза, а чей сын – отца с матерью. Разве можно их отделить друг от друга? Я – человек». Шамиль спросил однажды своего секретаря, Магомеда Тагира Аль-Карахи. «Сколько человек живет в Дагестане?» Магомед Тагир взял книгу с переписи населения и ответил. «Я спрашиваю о настоящих людях», – рассердился Шамиль. «Но таких данных у меня не имеется». «В ближайшем бою не забудь их пересчитать», – приказал имам.